И безоговорочной победой украинцев закончился в латвийском Даугавпилсе третий по счету чемпионат мира по хортингу. Сегодня этот вид спорта – национальный бренд Украины в мире в 27 странах. Это боевое искусство признано официально. Об итогах турнира в Латвии расскажет наш корреспондент Олег Шумейко. На подобных соревнованиях обычные организаторы самое интересное оставляют на последний день. Вишенкой на тортике чемпионата мира по хортингу обычно являются финалы в категории поединок. Дети в этом разделе соревнуются в защитной амуниции, а вот во взрослых категориях защиты минимум. Сначала в боксерских перчатках участники демонстрируют свою силу, здесь разрешается наносить удары в голову. Во втором раунде перчатки снимает, и руками наносить удары можно только в корпус. Эта часть поединка называется «честь». Но борцовские, болевые и удушающие приемы никто не отменял. Заставить соперника сдаться считается вершиной мастерства. Чемпион мира в категории до 85 килограммов Максим Шила добился этого, когда сам был уже травмирован. Тренер просто отдает приказ, мы должны его выполнять, мы как солдаты. Поэтому он сказал, меня расстраивать нельзя, вот я не мог его расстроить, нужно было дотерпеть. Но в любом случае нужно было выиграть, вытянуть зубами, выиграть эту победу. В нынешнем году хортингу исполняется 10 лет. Один из старожилов, Владимир Шевчук, проводит параллель пути развития этого вида спорта со словами из песни Павла Щубинского «Щеневмерла Украина», первые куплеты, припев которой стали государственным гимном. Во втором куплете встанем братья в бой кривавой от Сяна до Дона. В родном крае господствовать не дадим никому. В следующем, а упорство, труд усердный свое еще докажет. И самое главное, покажем, что мы братья казацкого рода. Участие в соревнованиях приняли 280 спортсменов из 15 стран. Украинцы в общем зачете завоевали 134 медали, из которых 52 золотые. В любом национальном виде спорта, в Сумо в Японии, чемпионы абсолютные, естественно, японцы, в Тэквондо корейцы. Мы, конечно же, будем максимально долго держать эту позицию, чтобы украинская сборная была всегда первой, всегда показывала действительно хороший уровень. Вслед за безоговорочными лидерами чемпионата украинцами на пьедестал в общекомандном зачете поднялись сборные Литвы и Латвии. Олег Шумейко, Тимофей Сорукин, Даугавпилс Латвия, UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова